Продолжение следует... ...уехал в давно запланированный отпуск. Потому сетка вещаний нашего канала в ближайшие недели будет немножко изменена. Все-таки хочется немножко отдохнуть, и потому я не буду делать подробных обзоров оперативных совещаний, но самые яркие моменты этих совещаний, конечно же, войдут в еженедельный обзор, который мы будем делать регулярно, как и раньше. Но, как говорится, есть и хорошие новости. В середине июля, примерно, наш канал заметно изменится и преобразится. В нем появятся две дополнительные независимые передачи под пока условным рабочим названием «Экономика и право». Вести эти передачи будут очень известные эксперты в Республике Башкортостан, и я надеюсь, что это даст вам много полезной и важной информации, потому что в нынешней ситуации адекватное восприятие экономики и права в Республике Башкортостан и в России – это очень важно для людей. Слишком уж много недостоверных посылов идет из официальных СМИ, слишком много истерик, слишком много чересчур оптимистических заявлений, которые могут, в конце концов, людей привести в заблуждение и породить массу ошибок. Так что не волнуйтесь, как говорится, все только начинается. Криминальные события в составе команды ради Хабирова на этой неделе были многообразны и очень показательны. Складывается вообще впечатление, что правоохранительные органы решили извести всю эту группировку под корень, не дожидаясь переизбрания Хабирова на второй срок. Ну, по крайней мере, лично я уже сбился со счета, подсчитывая, записывая и учитывая министров, замминистров и прочих значимых чиновников из команды Хабирова, которые либо уже находятся под судом, либо получили уголовные приговоры и так далее, и так далее. Ну, давайте по списку, что же случилось с этими замечательными людьми на минувшей неделе. На этой неделе экс-министерка молодежной политики Яна Гайдук сменила статус свидетельницы по уголовному делу на статус обвиняемой по уголовному делу. Ей теперь вменяется превышение должностных полномочий, статья 286, часть 3, и грозит до 10 лет колонии. Ну, напрасно, наверное, Яна Александровна глумилась над правоохранителями в соцсетях, сейчас она рискует получить, как говорится, по полной. Бывшая министерка на данный момент помещена под домашний арест до 9 августа. Под домашним арестом остается и проректор Уфимского института науки и техники Азад Янгиров. Его, напомню, подозревают в получении взяток. А вот домашний арест руководительницы управления капитального строительства Республики Башкортостан Инни Иксановой продлен. Он, напомню, что ее задержали и подвергли санкциям еще в апреле этого года. Вместе с тем окончательно вынесен приговор экс-министру строительства Кучербаеву. После всех касаций, апелляций и прочих судебных процедур, господину Кучербаеву достались 6 лет в колонии. Изначально, напомню, ему дали аж 9 лет. Ну, 6 лет тоже нормально, я считаю. 50 с лишним эпизодов, которые ему вменялись, вполне тянут на 6 лет колонии. При этом Елена Прочаковская, признанная судом мошенницей, отчаянно пытается обжаловать свой приговор, который ужасным образом ей не позволяет дальше продолжить карьеру в Республике Башкортостан в органах власти. С неснятой судимостью это никак нельзя сделать. И Елена Прочаковская пытается опровергнуть приговор, который ей был выписан Красногорским судом. Напомню, что она признана мошенницей, схемка там у нее была простая, и вообще до недоумения глупо все получилось с этой Прочаковской, ну, собственно, что, наверное, ее очень характеризует. А вот после того, как министр транспорта и дорожного строительства, господин Клебанов, был с помпой арестован и помещен в СИЗО, одновременно при этом его уволил Хабиров, этот самый Клебанов начал громко и звонко петь в СИЗО, пропел все, что знал, и на данный момент был незаметно выпущен под домашний арест. Собственно, расследования продолжаются, Клебанов рассказал все, что мог, и теперь, значит, уже сидит дома, в тепле, как говорится, и уюте. Кстати, о Клебанове. Странную очень тактику, я бы сказал, даже забавную тактику защиты избрали его адвокаты. Они заявили, что вот та самая взятка, которая ему вменяется, и которую, собственно, я так понимаю, следствие вполне себе способно доказать, эту взятку Клебанов своими глазами не видел. Какие-то люди в каком-то непрозрачном пакете передали огромную сумму денег через водителя, его жене, а сам Клебанов, дескать, этих денег и глаза не видел. Вот такая у них вот тактика защиты. Ну, согласитесь, довольно смешно. Но сидит, значит, дома жена министра, вдруг приносит целый, значит, огромный тюк денег, она говорит, о, надо же, какая удача, денежки принесли, откуда, неважно, кто дал. Знать не знаю, знать не хочу, и побежала, значит, как говорится, по супермаркетам. Ну, согласитесь, довольно наивная позиция защиты, потому что, ну, министр, он все-таки чиновник, и ниоткуда бы ему взяться невозможный денег, если только зарплату не заплатит. А тут, понимаешь, приносит в мешке. Но, собственно, вот это звонкое и радостное пение Клебанова в СИЗО, оно имело определенные последствия. И все мы знаем о том, что на этой неделе, в самом начале этой недели, произошли какие-то загадочные задержания дорожников, причастных к компании «Дортранстрой». Причем их как стремительно задержали, так же и стремительно выпустили. То есть до конца, конечно, непонятно, что это было, но для меня лично очевидно, что федералы продолжают дожимать, как выражается Радий Фаритович, дорожную сферу Республики Башкортостан. Успеют ли они до сентября выйти на самого Хабирова, пока непонятно. Но, как говорится, шансы есть. Потому что, действительно, круг уже сужается совсем. Министры, вице-премьеры, замминистры, бывшие министры, все уходят под суд, а Хабиров остается белым и пушистым в том самом белом пальто, о котором говорила незабвенная Новодворская. Так не бывает. Если начальник, значит, святее Папы Римского, а вокруг сплошное варьё. Напрашивается вывод, что, наверное, от него, собственно, исходят все эти индульгенции, разрешения и импульсы, которые породили вот эту вакханалию коррупции в Республике Башкортостан. Несмотря на то, что я нахожусь в отпуске, наша команда продолжает трудиться, а значит, продолжает нуждаться в вашей помощи и поддержке. Не забывайте, пожалуйста, помогать каналу материально. Сделать это можно на любую сумму через расчетный счет, который мы вам демонстрируем на экране и который вы всегда можете найти под любым видео на нашем видеоканале. Также не забывайте подписываться, ставить лайки, писать комментарии. Все это очень-очень нам нужно. Впрочем, вполне вероятно, что до самого Хабирова удастся дотянуться, например, Бастрыкину, председателю Следственного комитета Российской Федерации. Но минувшую неделю господин Бастрыкин потребовал прояснить ситуацию с ремонтом улицы Рабкоров в Уфе. История эта действительно очень давняя и кудрявая. Давайте освежим в памяти всю хронологию с ремонтом и реконструкцией этой замечательной улицы. В далеком 2021 году Башкир Автодор выигрывает на торгах контракт на реконструкцию этой самой улицы Рабкоров. Сумма немалая – 470 миллионов рублей. Получив контракт, Башкир Автодор немедленно перепродает этот контракт компании «Потенциал», с которой достаточно устойчиво связывают Романа Бабаяна, брата жены Хабирова. Причем Башкир Автодор даже умудряется навариться на перепродаже этого контракта, потому что потенциалу вот этот контракт по улице Рабкоров достается вовсе не за 470 миллионов, а только за 337. То есть 133 миллиона уже остаются у Башкир Автодора. Что это было – шапка, откат или просто прибыль компании, мы пока точно не знаем. Но согласно контрактной документации, окончание работ должно было случиться в ноябре 2022 года. Потом наступает, когда на ноябрь 2022 года, срок переносит на декабрь 2023 года. И даже доплачивают еще по контракту 86 миллионов рублей. Но ничего не помогает. Уже июнь 2024 года и работы так и не завершены. Ну, похоже, что полмиллиарда федеральных, кстати говоря, денег по национальному проекту куда-то тупо укрались. И вот господин Бастрыкин на данный момент заинтересовался этим хозяйственным эпизодом и требует прояснить, что же там произошло, ну и, наверное, начать искать виновных. Куда делись более чем 500 миллионов рублей, почему улица Рабкоров до сих пор не достроена. По-моему, прекрасный повод задать вопросы не только Роману Бабаяну, который вполне себе доступен для следствия и находится сейчас в СИЗО. По-другому делу в Москве в СИЗО. Ну, человек разносторонний смог, значит, угодить в СИЗО еще по одному делу. Но в том числе можно задать вопросы и его родственнику, господину Хабирову. Как же так получилось? Полмиллиарда федеральных денег канули в лето, и вообще никто их не может найти. Улица стоит до сих пор разбомбленная. На прошедшей неделе выяснилось, что после того, как Ради Хабиров забрал у муниципалитетов право распределения земельных участков, он теперь хочет забрать себе еще и право выдавать разрешение на строительство. До сих пор полномочия на выдачу этих разрешений были у муниципалитетов. Для меня, например, очевидно, что Хабиров формирует очередную коррупционную кормушку для себя и своей команды. Чем больше полномочий, тем больше всяких, как говорится, лазеек, нюансов и схематозов. А, соответственно, больше откатов, заносов и прочих приятных плюшек людям, находящимся у власти. Ну, это же очевидно. Если так пойдет, то в скором времени Ради Фаридович вообще сконцентрирует в своих руках все полномочия и все функции государства, каковыми они были. Ну, наверное, будет лично и платно заключать браки, принимать роды и прочие-прочие, значит, массовые явления, которые, ну, в принципе, могут хоть какую-то копеечку принести, да? То есть, ну, давайте передадим Ради Фаридовичу эти полномочия. Что там муниципалитеты и всякие ЗАГСы мучаются? Будет сам лично заключать браки, подписывать свидетельства о браках и рождениях и так далее, и так далее. Что, тоже хорошая кормушка. Окончательно определились партнеры Хабирова на выборах 8 сентября. Как я и прогнозировал, коммунисты Башкортостана выдвинули Артура Шайнурова. Ну, и как я же, собственно, и говорил, найти конкурента, берем это слово в кавычки, более зависимого от своих соперников и непосредственно от Хабирова, конечно, было бы сложно. Шайнуров целиком и полностью зависит от благоволения нынешней власти в Башкирии. Конечно же, на самом деле ему выгодно, чтобы Хабиров остался у власти. А вот партия «Новые люди» выставила какого-то московского юриста с едва различимыми башкирскими корнями некого Ильшата Тимирьянова. Ну, очевидно, что человек последние 10 с лишним лет, живущий в Москве и не имеющий, по сути, никакой связи с Башкортостаном, особой конкуренции составить радио Хабирова не может. И не только потому, что этого Ильшата знать никто не знает в республике Башкортостан. Но при этом этот самый Ильшат может стать неким громоотводом для тех, кто категорически не готов голосовать за Хабирова или за коммунистов, но и готов отдать свой голос кому-нибудь вообще. Ну, вот вполне себе этот Ильшат для этого подойдет. А либерально-демократическая партия ЛДПР, как, собственно, и предполагалось, предсказуемо выставила Ивана Сухарева в качестве соперника радио Хабирова. Ну, и, как мы уже упоминали, Иван Сухарев, конечно же, никакой не соперник Хабирова, а всего лишь, на мой взгляд, статист в этой ситуации. На минувшей неделе, 12 июня, Уфа вроде как отметила свой 450-й юбилей, а вроде как и нет. Вот, еще раз, на бис, и в преддверии, конечно же, выборов Хабирова, этот юбилей случится у нас в конце августа. Ну, напоминает мне все это тот старый анекдот, когда все так плакали на похоронах, что пришлось три раза на бис откапывать покойника. Власти что-то такое невнятное промямлили о том, что к июню они не успели там, что-то там, какие-то юбилейные объекты достроить, а вот к августу как раз-таки все как только достроят, и всякие там центры борьбы, и ради Фаридовича вот в июне совсем нечего было там перерезать и открывать, а уж как хотелось бы, да, а в августе как раз повторим, как говорится, юбилей, и за недельку-полторы до выборов, как только защелкает, дорогой ради Фаридович, золотыми ножницами, как зайдется в истерике восторга БСТ, так и почудится избирателю вместо опостылившего Хабирова родной и близкий Рахимов. Ну, как бы ни старался Хабиров, но, похоже, титула-открывашка ему не избежать, равно как вот этот титул был народам присвоен в свое время Муртазе Рахимову. И вообще, я предлагаю праздновать 450-летие Уфы не два раза в год, а примерно пять-шесть раз, и каждый год. Ну, тогда и фигура главы республики Башкортостан станет в разы привлекательнее, чем нынешнего оплеванной и проклятой соплеменниками образа. В одной из прошлых передач я оценил расходы бюджета республики на Петербургский международный форум в 100 миллионов рублей. Вы знаете, я ошибся в четыре раза. Рекордные 400 миллионов рублей обошлись нам вот эти вот тщеславие и самолюбование Хабирова. Сам форум, безусловно, никакого реального результата никому не принес, кроме расходов бюджету. И в связи с этим мы провели в телеграм-канале «Открытая политика» опрос, выясняя, каково отношение наших подписчиков к подобным тратам на всевозможные форумы. И 78% опрошенных считают, что было бы более целесообразно истратить 400 миллионов на любые другие нужды региона, нежели на отдых дорогого Ради Фаритовича. Но 22%, не без участия, конечно, вот этих вот бастардов Прочаковской, считают, что никаких денег не следует жалеть на достойный отдых дорогого Ради Фаритовича. Ведь он очень устает заботиться о нас. Редактор субтитров А.Семкин